Ребята, сейчас вас ждет одна из самых крутейших битв в истории, которые я вообще комментировал в World of Tanks. Это просто Маус, который рашит, уничтожает всю вражескую команду в одиночку. Вот эти рисунки, которые здесь на нем нарисованы, вот эта огромная мускулистая мышь, это вот прям, блин, про этого игрока, потому что здесь будет такой капец, что даже союзники, которые в начале какие-то там гадости писали в чате, им придется в конце взять свои слова обратно, потому что будет вообще лютый замес, независимо от того, закончится он победой или поражением, это будет очень годно. Ну, победа или поражение узнаем чуть позже, конечно же, но это будет как минимум люто эпично. Итак, играет Маус, карта у нас Жемчужная река, нету артиллерии, это сразу же подарочек для мышонка, потому что все мы знаем прекрасно, как таких здоровяков арта любит фугасиками ставить на место. Во-вторых, здесь всего лишь по три десятки на команду, ребята. Самые опасные противники для нас Яга Е100, я думаю. Ну, ПЗ КПФМ может быть, но с ним можно пободаться. А так, я даже не знаю, ну Т-30, если топовый, тоже может очень солидные плюхи, конечно, отвешивать. Там с пушкой все в порядке. Ну, а так, наверное, только Яга Е100 может прям дать жару на косарик по Маусу куда-нибудь в башню. Вот это неприятно, конечно. Ну, приезжаем на фланг тяжей, Маус, как всегда, последний. Вон уже и Яга Е100 вырисовалась, и по ней там люлей накидывают наши союзнички. Ой, будет хорошо, если Яга сейчас сольется там и не будет нам мешать потом. Счет 0-2. Тем не менее, кстати, наша команда проигрывает уже два танка. Ну, могут, по идее, сейчас добрать 2-5-7. Видно, если Маус поднимется вверх, можем добрать Ягу попытаться. У нее 820 кп. Я не знаю, как она умудрилась такую плохую позицию там выбрать, что таких люлей ей насували. Выкатывается Маус на Ягу Е100 в наглую. Можно сейчас отхватить, но Яга, по-моему, немножко растерялась. И хороший угол, и на 442 мы ей прямо в рубку прописываем. Тут же Ягу Е100 отправляют в ангар. Вот, бедняга, попал вроде бы в хороший бой, без арты, в топ списка, на Яженьке. Должен был, по идее, как-то тащить, но слился. Наш Маус там сразу командовать начинает в чате. Ну, потому что действительно здесь большущая проблема. Наша команда, СТ-шки посливались вот здесь, в нижней части карты. Здесь тоже какой-то замес, посмотрите. Два наших союзника, 257, 53 ТП. Бабаха смотрит прямо в 257. Я думаю, это неспроста. И про Джетто еще здесь, наш союзный, тоже сливанулся. В общем, наши союзнички здесь. Бабаха слилась про Джетто. А эти два парня, видимо... В общем, какая-то эпичная битва была. Но, ребята, самое опасное в том, что реально слита нижняя часть карты. И сейчас, фактически, они могут вдвоем, втроем, там, встать на захват и уже выиграть бой. То есть сейчас противники так... Т-30, кстати, посмотрите. На 356 всего прописывают. Т-30, походу, стоковый. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Еще и чериотера на 370 прилетает. И еще и скритом боеукладочки неприятно. Срочно отсюда убираемся. Но враги, кстати, почему-то решают базу не брать. Вместо того, чтобы спокойно захватывать и выиграть таким образом быстренько бой, они съехали. Кстати, вот, посмотрите. Маус там начинает ворчать в чате. А Т-54 ему пишет. Пасть закрой. Посмотрите потом, что он будет писать дальше. Это такой интересный момент. Так, захват базы опять идет. И счет уже 5-11. Не, честно, ребята, в четырех против десятерых врагов. Пусть даже там всего одна десятка. Это объект 140. Все равно очень сложно. Надо с Т-40-ому плюху швырнуть. Потому что его болючие кумули очень не хотелось бы получать. Восьмерки. Тут на нас выезжают. Т-34 долго тянет, чтобы выцелить. Но лажает. И мы его за это наказываем. Следующий герой, который хочет сразиться с Маусом, это ТЛ-1 вот этот. И что-то у него совсем битва не идет. Вот зачем-то на СТ-шке в узком таком проходе он выпирается таранить Мауса. Маус наш даже игнорирует этого игрока. Потому что намного важнее, наверное, добрать 140-ого. Он будет сильнее нас прошивать. Хотя и этот пробивает неплохо. Но вот мы его пакуем все-таки. Выезжает 140, мажет. И очень удачно выбрана сейчас позиция. Хотя негде здесь 40-ому нормально нас разводить. Но все равно пробить, видим, тяжеловато. Низкий танк Объект 140. Маус высокий. Пытается гуслить нас. Притирается сзади. Но мало места, дружок. В другом бы... На открытом пространстве, я бы уверен, 140 нас мог разобрать на изи. Хотя и здесь, видим, не удается выцелить башню. И вот так поступает Маус. Он просто ставит его на бок, поворачивает под нужным углом и отправляет в ангар. Заметьте, в этот момент уже нет союзников. Сзади приезжает Бориска. Нужно ему плюху отписать. Потому что он нам все-таки подкинул добра. Бориска пытается уйти на КД. Маус отправляется в догонку, что уже звучит смешно. Кидаем на 504. И тут еще приезжают враги. ВЗ-132 выкатывается. 330, рикошет. Поехал ФВшник сюда. Их просто какая-то лютая толпа. Добираем ФВ-4202. Тараном. Получаем нежелательную плюху от Бориски. И ВЗ-132А, который сзади пытается нас пробить, совершенно не радует. Но надо сейчас как-то развернуться. Маус вообще игнорирует. Пытается его задом заторанить. Не выпуская вот этого француза. Потому что как только мы повернем башню боком, он может выехать и разрядиться. ВЗ-шник не может нас пробить даже сзади. А это, ребята, танк 9 уровня. На секундочку. 9, не 8. Еще и Шкода приезжает. Тоже девятка. Добирает. Маус все-таки дотаранил этого ВЗ-шника. При этом еще и Бориску удается добрать. А Шкода в этот момент переворачивается. Ребята, это лучший бой этого года, по-моему. Потому что такого эпика я не видел давно. Шкода лежит на боку. И один за одним мы поливаем ее крышу снарядами. А ну-ка, давай, братюнь, еще раз на 272 получить. Распишитесь. Откатывается в Маус назад. Тут же поворот башни влево. Кто бы там мог быть? Остаются против нас три ПТ-шки. Это получается Т-30, Вафлепазик и Чариотер. И сейчас проблема... Ой-ой-ой, Вафлепазик выезжает! Танкуем его, с поджогом кидаем! Я думал, только успокоилась немного ситуация. Но не тут-то было, ребят. Вот это эпик. Нет, а надо просто пересматривать. Вафлепазик еще раз выезжает. Кидаем по нему. Нормально, 420. Надо еще разочек аккуратно только. Давай-давай-давай-давай! Высовывайся! Минус Вафлепазик! Вот это, ребята, замес! После этого прям хочется сейчас посмотреть, чем вообще закончится такой бой. Потому что союзники, посмотрите, Т-54, который писал нам пасть закрой, пишет сейчас. Мы ж красава, еще и во взводы мы приглашаем там одного из союзников. В общем, весело получается. Смотрите, на вот эту картину пишет сначала пасть закрой, потом пишет мышь красава. Ну, в 9 фрагов. Но сейчас ситуация крайне тяжелая. Там Т-30, Т-100, но все равно там пушка даже стоковая неплохая. Еще где-то к тому же Чариотер, а он нас пробивал, помните? Ладно, ребят, пока близится финал боя. Я хочу буквально минуты на 3-4 взять паузу, рассказать вам очень важные новости. Потому что появилась возможность на Калявусь прямо сегодня получить премтанк 8 уровня. Крутая. Мне надо обязательно рассказать. Потом вернемся, досмотрим это сражение. И вот мы, ребята, с вами на сайте ВотГолд. Потому что здесь действует сейчас колесо бонусов. Я ждал, сегодня его не крутил. Давайте посмотрим, что выпадет. Ссылка на ВотГолд в закрепленном комментарии. Зайдите, тоже абсолютно на халяву крутится. И посмотрите, какие крутые призы здесь есть. Плюс 2 прокруточки, давай. Ну, вот такой бонус мне выпал. На 40% можете забирать. Но он одноразовый. Но есть, ребята, давайте уже начнем открывать потихонечку. Откроем 10 главных коробок. Посмотрите, какая скидка сейчас на них хорошая. Сейчас скидка 40%. До 40% спешите. Мало времени. Давайте открывать главные коробки. Также, ребята, под этим роликом в закрепленном комментарии, во-первых, есть ссылка на сайт ВотГолд. Ну, или можете вот так ввести, тоже попадете в браузеры вверху. И посмотрите. Тут, во-первых, кроме скидок, сейчас с каждой коробки выпадает 4, бывает 5. То есть, несколько призов. Можно железно открывать премтанки. И причем, если вам выпадет премтанк, который у вас уже есть, вы, конечно же, получите его в золоте. Премиум аккаунт тоже в золоте вам начислят. Так что, подарок можно, посмотрите. Мне тут еще и подарки дают. Открыть 3 коробки за сутки, вам сразу подарки. И ИС-6 мне выпадает, посмотрите. С третьей коробки, помимо, он у меня есть, но он придет в золоте. Танк можно вывести в золоте, чтобы купить в игре. Но вы можете его не покупать, а просто забрать голду и потратить, как захотите. Открываем дальше, ребят. И вот сейчас тут видим, как, посмотрите, 5 призов с одной коробки выпало, ребят. Что хочу еще сказать. Как вы знаете, в закрепленном комментарии под этим роликом находится специальный промокод для сайта ВотГолд. Он также работает и на ВотГолд, и на ВотКит. Давайте открывать дальше. Какой-то глюк моего интернета. Так, 500, 10, 75 и еще и 3 дня премчика. Неплохо, неплохо, ребят. И вот сейчас опять ты 500 опыта, 10 марок, 75 золота. 7 дней према, но мне уже и 6 выпало сегодня. Да, в закрепленном комментарии специальный промокод. Я покажу, ребята, где его вводить. Вводить нужно этот самый промокод. Опа, на, еще один премтанк выпадает. Вот это я круто зашел сегодня. Вот это я круто зашел, ребят. Так, 10 марок, 75 золота. Чертеж. Кстати, сейчас расскажу про чертежи, ребята. Чертежи можно в разделе сборка танков обменивать на вообще халявные премтанки. И я уже забирал здесь, по-моему, Супер Перша или СУ-100У. Что-то уже один раз получал. Посмотрите, мне тут не хватает всего по одному чертежу. И мне на халяву дадут Т-54 первый образец. На халяву дадут СУ-100У, Супер Першинг. И если они есть, то полностью также в золоте их получу. Также, ребята, как вы знаете, я всегда говорю про мой специальный промокод. И вот он, бомбилка. Вот сейчас могу ввести вручную, чтобы вы тоже его перепечатали себе. Но он есть в закрепленном комментарии. Дает шикарнейший бонус. Это самый крутой промокод. Вот он. Потому что он многоразовый. То есть вы можете его сколько угодно раз вводить. Вы можете его скидывать друзьям, совзводным, соклановцам. Все они активируют. И каждый по этому промокоду получит подарок-бонус. Промокод и ссылка на вот голд. Все в закрепленном комментарии. Давайте откроем пару еще интересных коробок. Например, вот какую-нибудь коробку. О, дорогущая какая. Не, не хочу. Что-то подешевле. Коробка золота. О, коробка элиты. Ну, можно коробку вот кит открыть. Ребят, открываю пока еще парочку коробок. И хочу показать вам победителей розыгрыша, конечно же. Вот сейчас на экране, ребята, появляются победители розыгрыша. Голды от нашего канала. Поздравляем этих ребят. Я им, наверное, уже написал. И связался с ними, чтобы отправить золото. Посмотрите, мне еще один прям танк выпадает. А в этом видосе, ребята, также будет, собственно... Также будет розыгрыш золота от нашего канала. Точнее, он уже есть для участия в розыгрыше золота в этом ролике. Подписывайтесь. Прожимайте лайк. Врубайте колокольчик. Обязательно в режим все уведомления. Также оставляйте позитивный комментарий с вашим игровым ником. И одет в контакте. Ребята, делайте это. И выигрывайте голду. Ну и заходите обязательно по ссылке из закрепленного комментария. Крутите колесо бонусов. На халяву получайте какой-то приз. Тут очень много разных призов. Посмотрите. Можно еще тут ввести секретный пароль какой-то. Не знаю, что это такое. Поласьте, почитайте. Даже интересно. И посмотрите. Здесь можно выиграть баланс, который потом... Посмотрите. А если собрать слово вот голд, то вы получите еще и супер бонус. Тут вообще халява есть. Тогда горы премтанков у вас будут в ангаре. Ну и не забывайте вот этот промокод скопировать из закрепленного комментария. Ребят, запишите его куда-нибудь. Посмотрите. Он дает на любое пополнение. Шикарный! Шикарный! Посмотрите бонус! Шикарный! И можете скинуть другу. Он тоже активирует. И при этом может и ваш друг, и вы. То есть все вообще могут активировать этот промокод. Кстати, вот на сайте воткит он тоже работает. Ну и, собственно, ребята, давайте возвращаться к видосу. Участвуйте в розыгрыше. Забирайте призы. И вот, участвуйте также в сборке танков. Тоже классная штука. Погнали досматривать бой на Маусе. Возвращаемся мы, ребята, на карту Жемчужная река, где Маус пытается растаскивать практически против всей вражеской команды в одиночку. Замес, который мы с вами смотрели в центре карты. Это настоящий шедевр. Но, ребята, этот бой настолько крут, что его финал тоже не отпускает. Потому что в финале будут происходить такие же безумства. Ну, посмотрите, Маус еще и не верит в свою победу. Пишет, да это все, я шотный. Т-54 пишет, к сожалению, да, союзники тоже в нас не верят. Давай, ты дал им просраться, пишет Е-75, красава. Ну, посмотрим, сейчас сможет ли Маус совершить настоящее, ребята, чудо. Не забывайте про закрепленный комментарий, кстати. Там именно ссылка на колесо фортуны. Заходите на вот голд, промокод тоже там, скидайте его всем друзьям там, со взводным соклановцем. Пусть тоже вводят, получают подарок. Ну, ребят, прожимайте лайки за такую эпичную зарубу. Кто не подписан, подписывайтесь. И вот сейчас чериотер фуловый оказывается. Тут же даем ему на 503, танкуем 390, правильно, довернул. Башня вбок, сейчас еще раз откидает. Рискованно, тут же до ворот башни. Чериотер сводится, 96 хп у него. Ой-ой-ой-ой-ой, фугас зарядил. Удастся догнать, нет, ну, попади. Ай-яй-яй-яй, там было сложно, он уже на откате действовал. Ну, сейчас он будет выезжать еще раз. Судно увидел, что мы откидались, и будет шанс добрать. Кидает фугасом на 41, но это его не спасает. 322 хп. Союзники просто в полном шоке находятся. Нужно ехать сбивать базу, потому что через 30 секунд, чуть больше, Т30 ее захватит. Маус до сих пор не верит. Нет, 10 фрагов он уже наколотил. 9, 190 дамага. Почти 4К танканул. Вот это эпик я называю. 15 секунд. 14 до захвата. Т30 фуловый. Дает рикошет по однам, но он стоковый. Орудие не топ. Всего 400, видели? От рикошета мы получили. Так, дружище, заезжаем наверх. 1164 хп теперь у него. Несколько снарядов, а то и 3 даже придется отписывать. Союзники капитально болеют. Еще один рикошет от Т30. Он сейчас в КД, но там скорострельность высокая. Ай-яй-яй-яй-яй. Закатывается. А как же не хотелось бы улететь в ангар, когда уже практически все. Победа в кармане, но еще она далеко. Далеко. Далеко так близко и так далеко. Даем еще по катку Т30. Ему надо упарываться, потому что у него много хп. Выцеливать слабые места. Т30 тупит. Тупит, честно говоря, сейчас. 2 минуты до конца боя остается. Время уже начинает поджимать. Пошел Маус наверх. Выкатывается на Т30 по башне, но не получилось. Он закатился назад. Нужно ловить, но не так же бор, там опасно сейчас. Т30 опять рикошетит. Он уже перешел на фугасы, но это гиблое дело, братан. Выезжаем, даем на 486. Три снаряда придется кидать. Ну, последний уже, третий. Я думал, может, двумя обойдется, но не прошло. О, 185 хп еще. Ну, там маленький шанс был двумя снарядами. Очень маленький. И последний момент. Он кидает фугасом, и Маус делает настоящее чудо. Ребята, это лайк. Смотрим итоги этого безумного рубилова. Ребята, это Колобанов, пул основной калибр, защитник, спартанец, черешащий вклад, воин, стальная стена, ребят. Один фраг у нашего совзводного. 11 у нас. Посмотрите, какой разрыв по дамагу со вторым местом в команде. Вот это эпик. Вверху справа сейчас другой видос. Тоже классный. Заходите, смотрите. На этом все. Все инфа в закрепленном комментарии, которая вам нужна. Увидимся. До скорых встреч, ребят. Подписывайтесь. Лайки ставьте. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok